Всем привет, мои дорогие зрители! Я надеюсь, вы меня не потеряли. К нам в эти дни приезжали гости и на той неделе приезжали гости. Видео, которое вы сегодня увидите, я еще смонтировала в субботу, но мне оставалось немного наложить музыку и озвучить. Оно, правда, получилось не очень длинное, но я надеюсь, вам понравится. Ставим пальчики вверх. Мне будет очень приятно. Приятного просмотра! Сережа съездил на Фудсити и купил 27 килограмм говядины. Мы сейчас хотим все это через мясорубку прокрутить. К нам приехала Маша на крестную. Да, так что будем вместе все это делать, перекручивать. Ну, сначала Сережа все это порежет, а нам останется только перекрутить. Давай разложим по пакетам. У нас такие пакеты. Очень удобные для заморозки. И у нас тут еще ягодки. Это кизил по 3 килограмма и малина. Это мы заморозим, это деткам. После того, как Сережа порезал мясо, мы с Леной начали пропускать наше мясо через мясорубку. Мясорубка у нас новая. Мне ее порекомендовала моя подруга Аня, про которую я вам недавно рассказывала. И вот сегодня мы решили первый раз ей воспользоваться. Тут к вечеру я немного перепутала и неправильно установила эти насадки для мясорубки. В общем, было очень забавно, когда фарш полез огромными такими кусками. Тут нам Сережа все исправил и нормально накрутили наш фарш. Я уже где-то года 3 так замораживаю мясо, потому что это действительно очень удобно. Когда у тебя готовый есть фарш, можно просто его достать, разморозить, сделать макароны по-флотски, те же самые котлеты, фрикадельки для супа. Я все хочу с детьми налепить пельмени, тоже удобно. Взял, достал, фарш разморозил, налепил. Ну, вообще отлично для многодетной семьи. Тем более сейчас у нас появилась морозильная камера, и это очень удобно. Можно теперь замораживать большими объемами и не только мясо, и фарш, но и разные овощи, фрукты, ягоды. Также хочется делать заранее разные полуфабрикаты, котлеты, фаршированный перец, те же самые пельмени заранее налепил, заморозил, вареники, ну, все что угодно. Также мне хочется очень научиться делать разную консервацию. Я никогда не делала, не готовила, но мне это очень интересно, поэтому... Ну, осталось дело за малым найти для этого время, вот, и буду делать с вами. Тем временем я уже складываю наш фарш в ящик и убираю в морозильную камеру. Также я убираю мякоть говядины, убираю тоже в эти пакеты. Знаете, чтобы потом достать, разморозить, порезать на рагу. Можно было бы сразу, конечно, на кусочки разрезать, но было уже много времени, и я решила так по пакетам убрать, тоже удобно. Тут у нас уже утро. Представляете, я легла спать и забыла включить посудомоечную машину. Но мы уже позавтракали, поэтому у меня теперь посуда завтрака. Что-то у меня осталось со вчерашнего вечера, потому что мы делали фарш, занимались мясом, и было не до этих сковородок с кастрюлями, поэтому сейчас приступаю к мытью посуды. У нас еще продолжаются каникулы, поэтому с утра я не встаю рано. Я встаю, когда к нам приходит Андрюша с Кристиной, бывает так, что они к нам залезают под одеяло и дальше спят. Но бывает и такое, что Андрей уже просыпается, и лучше вместе с ним вставать, иначе он начинает очень бегать по квартире, шуметь, всех будить, поэтому лучше встать вместе с ним. Спокойно приготовить завтрак, пока все спят, хотя с Андрюшей спокойно сейчас мало что получается делать. Он такой у нас активный, он везде лазит, все достает. Ну, такой шустрый. Тут мне позвонили по телефону, пока я мыла посуду, поэтому не обращайте внимания. Такой у меня тут вид не очень. Субтитры сделал DimaTorzok Немного я прибралась на кухню, все помыла и решила порезать овощи для обеда. Тут мне Андрей помогает активно мыть то, что я уже помыла, но думаю, ладно, хочет мыть, пускай моет. Здесь я нарезаю овощи, хотелось, конечно, красиво все это разложить, но Андрей постоянно перетаскивал, что-то перекладывал, думаю, ладно, как есть, так и положу. Овощи мы порезали, как я смогла. Это у нас сегодня макарошки по-флотски из нашего фаршика. И кабачки я еще сварила. Супа у нас сегодня нет. Маша, Леша и Ксюша у нас по очереди занимаются с логопедом. Вот здесь Маша на очереди, и она тут как раз занималась. Я зашла, я думаю, немного для вас поснимаю. Я собираю крупную чернику, ведро. Так, давай еще раз. Чернику. Чернику. Они? Они собирают крупную чернику. Куда? Ведро. Хорошо. Вы? Вы собираете крупную чернику, ведро. Так, я собираю на огороде крупные помидоры. Они? Они собирают на огороде крупные помидоры. Он? Он собирает на огороде крупные помидоры. Хорошо, так, подожди-ка. Так, 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 так. Я сортирую, я сортирую... Давай ароматные, хорошо? Возьмем это слово еще раз. Я сортирую ароматные фрукты. там у нас было продаю, я собираю ароматные фрукты. Сортируем. Я сортирую ароматные фрукты. Вы? Вы сортируете ароматные фрукты. Молодец, хорошо. Теперь говорим наоборот. Злая старушка? Добрая старушка. Узкий шарфик? Ши? Широкий шарфик. Так, сначала проговариваем, потом кидаем. Широкий шарфик. Хорошо, молодец. Так, что у нас тут еще? Раскрываем тетрадь, наоборот. Закрываем тетрадь. Я купила еще сладкого перца, болгарского. Мы хотим часть порезать, заморозить. Оставить часть перца, чтобы его зафаршировать. Хочу тоже сделать такие заготовки и заморозить. И, может быть, лечить сделаем. Посмотрим. Ну, пока хотим порезать, чтобы... Тут я начинаю мыть перец. Вычищаю все косточки и складываю чистый, уже готовый перчик в кастрюлю. Знаете, я и раньше замораживала перец, но, конечно, не такими объемами, как сейчас. Но это очень удобно, потому что его я добавляю и в щи, и в борщ, в разные супы. А также в рагу можно добавить. Делала недавно фунчозу, тоже туда перец добавила. Удобно. Взял из морозилки, достал. Добавил, ничего резать не надо. Прям отлично, когда вот есть такие заготовки. Пока все были при деле, я думаю, порежу перец. Рядом со мной сидела Ксюша. Сначала она что-то рисовала, вырезала. Потом сама говорит, мамочка, я хочу тебе помочь. Тоже взяла доску, ножик. Ну, я ей дала такой неострый нож. После этого пришла Маша, она позанималась с логопедом. Тоже нам решила помочь сама. Мне очень приятно, когда дети сами предлагают свою помощь. Это очень здорово. Тут уже и Леша к нам присоединился. А Тая с Петей сейчас у нас уехали в гостиках родной тети. Поэтому у нас сейчас дома шесть детей. Ну, а здесь я решила разобраться в нашем шкафчике. Мне нужно было протереть здесь полки и заодно насыпать крупу в пустые контейнеры. Как-то читала комментарии, что мне посоветовали контейнеры не ставить сюда в шкафчик, потому что шкафчик может упасть. На самом деле шкафчик очень надежно держится, поэтому лучше мне ставить сюда, чем вниз. Потому что если я буду в нижние шкафы ставить эти контейнеры, то Андрюша точно будет это доставать и баловаться, рассыпать. Да и не только Андрюша, я думаю, и Кристина тоже к нему присоединится. Поэтому крупы я убираю подальше. И хотела бы извиниться за то, что я часто оговариваюсь, я часто бывает неправильно склоняю слова. И это не от того, что я не знаю, как правильно сказать. Дело в том, что я озвучиваю видео, как правило, либо в тихий час, когда у меня Андрюша с Кристиной спят и Сережей, либо вечером. Но вечером сложнее озвучивать, потому что стала замечать, что к вечеру мне вообще сложно говорить. У меня еле-еле получается слово связать, поэтому я озвучиваю днем. И, как правило, я стараюсь быстро как-то это все озвучить. И, наверное, из-за того, что тороплюсь, получается, делаю ошибки. Я уже пересыпала бакалею и крупу в контейнеры и убираю на шкаф. Помните, недавно я покупала плетеную корзину, и как раз я хотела бы из этих двух контейнеров все туда переложить. Здесь у меня все для выпечки, для печеней, разные мерные стаканы, ложки, коврик для запекания. В общем, все в один контейнер сложила и убрала наверх в шкаф. И больше всего я люблю убирать печенье в эти банки. Мне они очень нравятся. И детям удобно доставать, ну и глазу приятно. Также вместе с перцем Сережа еще купил цветную капусту. Дети ее очень любят, поэтому сейчас нужно будет из таких больших пучков разделить на маленькие. Здесь я детям объясняла, как разделять цветную капусту, но в итоге Кристина захотела делать это ножиком. Я думаю, он не очень острый, ничего страшного, пускай тогда порежет. Андрюша тоже пришел, я ему показала, как надо делать, и он посмотрел на Кристину и решил тоже взять ножик. Ну, в общем, смотрят они друг на друга, учатся друг у друга и повторяют друг за другом. Субтитры сделал DimaTorzok Детям нравится такая капуста, особенно когда я обжариваю в кляре, либо в панировочных сухарях, очень быстро съедают. Знаете, минут за 10, наверное, мы справились с этой капустой, так удобно, столько рук, столько помощников, причем я и не рассчитывала, что они будут мне помогать, и приятно, что они все приходят и сами говорят, мамочка, давай мы тебе поможем. Эй, так и не чешло. А там я. Что ты? Ну, там буду показывать. А я оставить тебя, мам. Ты быстрее меня? Да. Молодец. Я тебя сейчас загоню. Нет, я. У меня так много. А у меня уже три пакета. Здесь мы с Кристюшей собирали капусту в пакеты наперегонки. Кристина сама говорит, мам, давай кто быстрее. И, как вы уже поняли, мы все это уберем в нашу морозилку и заморозим. Столько цветной капусты у нас получилось. И покажу в итоге, что теперь у нас в морозилке. Значит, на первой полке у нас здесь это все куски мяса. Так, здесь у нас фарш. Все в фарше. Я посчитала, получилось 24 таких брикета. Или 23, наверное. С мясом. Так, здесь у нас наш перчик. Здесь у нас ягоды для мороженое. Но надо будет еще подкупить что-нибудь. Здесь у нас цветная капуста, часть. И тоже еще фарш. У меня сколько таких пластов лежит. Неудобно одной рукой показывать. Но здесь, наверное... Сколько тут? Раз, два, три, четыре, пять точно. И там пять. И десять в этом ящике, наверное, этих пластов. Здесь вот цветная капустка. Ну, и здесь тоже, кажется, цветная капуста. Но цветная капуста, она хорошо уходит. Поэтому быстро это все освободится, все эти полки. Ну, в общем, вот что у нас получилось. Конечно, жалко, что мы купили морозильную камеру не летом. Потому что летом как раз много ягод. Можно гораздо больше все это замораживать. Но ничего, в следующем году, я думаю, побольше у нас всего будет. Так что потрудились мы неплохо. Сережа пошел в кино с детьми на мультик. Так забавно присылает видео, смотрит мультик, а про попкорн забыли. Четверо пошли в кино, а двое у нас в гостях, как я уже говорила. А на сегодня я буду с вами прощаться, мои дорогие. Спасибо за ваши просмотры. До новых встреч.